Самаркандский государственный медицинский университет, кафедра организации фармацевтического дела. Фармацевтическая экономика. Первая тема. Основы экономики фармацевтики. Экономическая среда фармацевтической деятельности. План. Первая экономика. Фармацевтическая экономика в рыночных условиях. Вторая. Макро- и микроэкономические субъекты. Третья. Предпринимательская деятельность в Республике Узбекистан. Четвертая. Основы экономики фармацевтики. Пятое. Особенности малого бизнеса. Шестое. Важность экономического анализа в деятельности аптеки. Седьмое. Цели и задачи экономического анализа. Восьмое. Показатели и катализаторы, используемые в экономическом анализе аптеки. Девятое. Виды экономического анализа. Десятое. Важность планирования в аптечной деятельности. Экономика. Это сумма производственных отношений экономического системы общества. Экономика. Это сумма отраслей национальной экономики и основания сферы человеческой деятельности, обеспечивающей жизненно важные блага и услуги. Здравоохранение и фармацевтика. Это часть нашего экономики. Экономика делится на два основных сектора. Макроэкономика и микроэкономика. Макроэкономика. Это исследование деятельности экономики в целом или основных компонентов экономики. В макроэкономике анализируются следующие величины. Валовый национальный доход, валовый выпуск, валовый доход, валовые расходы, валовая занятость, валовые цены, валовый спрос, безработица, инфляция и т.д. Макроэкономика. Это изучение законов, регулирующих деятельность отдельных хозяйствующих субъектов. К ним относятся потребители, предприятия и отрасли. В микроэкономике анализируются следующие параметры. Количество сотрудников предприятия, выручка или доход, спрос на конкретный продукт и его цена. Макроэкономика также изучает взаимодействие субъектов, организаций, отдельных рынков и их развитие, их функционирование. Аптека. Это микроэкономический субъект. Субъект фармацитического рынка. Субъект рынка. Это участие рынка, активного по отношению к объектам, на которые они воздействуют. Субъекты фармацитического рынка. Представленные под системы, организации, управления и регулирования. Представлены органы по осуществлению надзора за фармацитической деятельностью, контролем качества, эффективности и безопасности ЛДС на федеральных и региональных уровнях. Предпринимательская деятельность. Это вид инициативы деятельности человека, который владеет полностью или частью каким-либо материальным и культурным ценностями, используемых их для производства товаров и услуг с целью получения прибыли. Виды предпринимательства. Производственное, коммерческое, страховое, посредническое, финансовое. Фармацитическое отрасль в Республике Узбекистан в 2016-2020 году. Производство фармацитического продукции выросло на 2,4 раза к отношению 2016 года. Экспорт и импорт в 3 раза к отношению 2016 года. Количество отчет отечественных производителей – 220 производителей уже в 2020 году. Количество зарегистрированных товаров – 3140 наименований лекарств, 280 наименований медикаментов, 97 единиц медицинского оборудования. Особенность малого предпринимательства. Под малым бизнесом понимается предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектом рыночной экономики или определенных установленных законов государственными органами, правилах и нормативах. Инфляция. Что это такое? Это девальцевая денег, рост денежной массы, рост цен на товары, рост заработной платы за различные услуги в экономике. Инфляция делится на нормальные, средние и глобирующие. В соответствии с Законом Республики Узбексон о лекарственных средствах и фармацевтических деятельностях приняты 25 апреля 1997 году в аптеках лекарственные препараты для приготовления, упаковки, контроля качества, а также лечения и профилактики заболеваний при покупке, хранении и продаже медикаментов, предметов медицинского назначения, предметов санитарии и гигиены, лекарственных продуктов, минеральных ввод, медицинских и косметических товаров. Экономический анализ выглядит следующим образом. Определение экономического потенциала аптеки, использование показателей для описания французского бизнеса, цель экономического анализа. Первое – определить экономически эффективные и коммерческие деятельности уровня достижения постановления цель. Во-вторых, определить оптимальное направление в дальнейшем развитии этой деятельности. Спасибо за внимание.